Сегодня 16 сентября 2020 года я со своей командой прибыл по адресу улицы Маяковского, дом 1, чтобы посмотреть, как живут жители. Недавно было выездное совещание администрации городского округа Красногорска. Они, к сожалению, зашли не во все места. В данном клипе мы попытались отобразить, как живут люди, и будем всеми возможными способами делать то, чтобы дом признали аварийным и жители, дай бог, в ближайшее время смогли переселить. Десять лет вот эта ситуация. Подвала здесь нет. А глубина какая? Прямо под полной. Не измеряли? Это такая ситуация, как у нас на Первомайской. Тоже самая ситуация была. Перекрепли деревянные перекрытия, и только потом начали расстрелять, когда это полностью просело. Это она на искусство уже пошла? Это не прямая линия? Ну, она падает. То есть она уже прогибается? Уже подсела, да. Подсела? Тоже самое. Закрыли, чтобы люди не падали сверху. И тоже самое вода. Вот здесь тоже. Ну, снизу уже вода. Это квартиры, да. Только единственное, что вот такой коридор на системе. Вот это все. Все сервис, да? Конечно. И в комнатах вот сейчас идите, посмотрите. Мои комнаты. Здесь четырех подъездов. Здесь два подъезда у нас под общежитие. Причем, оказывается, что вот это крыло, оно раньше было квартирой, общежитиям не было. Это постоянно сервис из-за того, что... Это последний же этаж, правильно? Четвертый, да. Ну, я закрываю, конечно. Удивляешь. А зимой, естественно, течет. Снег тает, все течет. Здесь есть собственники, но они сейчас считают. Говорят, пока не можем набрать 51%. Потому что, говорят, нет, такие собственники. Кто-то все учит, кто-то на улице. Кто-то, у кого-то наймы здесь вообще, кто-то снимает. В любом случае, у меня Валентин появился. У меня есть как бы... Максим юрист, а Валентин адвокат. Была комиссия. Кто-то власть. 19-го власть. Да. Вот касаемо этой комиссии, есть какая-то информация? Вот. Они говорили, да, они выезжали, вот ждут сейчас комиссию. Потому что, помимо, допустим, если взять наш округ, это вот этот дом, лесная 6,7. Есть еще дома, особенно вот этого, брусков. Вот сейчас это будет комиссия, где они будут все это решать. Кого расселять в первую очередь, кого не в первую очередь. Я еще раз говорю, мы, в свою очередь, попробуем что-то сдвинуть это с места. Как бы нас, в любом случае, мотивирует то, что с лесной 6,7 произошел какой-то старт. Квартиру одну, вторую протекает. Везде. Видите, как труба-то? Вот, сюда не льется, а через водосток нужно сделать в первую очередь. У вас ДЭЗ? Мы ей не платим, мы ДЭЗу платим. Вы ДЭЗу платите? Да. Я понял, но управляющую компанию мы попросим, чтобы... Подожди, Коль. Подождите, чтобы они хотя бы... Что в их полномочиях они могли сделать? На данный момент. Вот, подождите. Вы к ДЭЗу обращались? Да. Вот, слушайте. И что они сказали? Да. Мы несколько раз, все лето обращаемся. В ДЭЗ? В ДЭЗ. Да. В ДЭЗ. Они сказали, что там какая-то отверстие, дыр нету там в канале, отверстие. Они пришли, что-то там заделали, вода все равно течет. Я им опять звоню. Они сказали, они заказали новый что-то там, вот этот водосток, который проходит доль по крыше. Сделаем в начале сентября. Жилба, жилба. Ну, до сих пор нету. А это, получается, это ваша квартира? Это нет, это коммунальная квартира. А я вот. Нет, ничего не получается. А здесь лампочек нет. Вот здесь, это вот моя комната. А, комната. А не квартира. Здесь их три. Коммунальная? А там нет подвал. Тут подвал только по центру получается. Ну, как обычно, они вот ждут что-то вот после этого. Вот все у нас. Это первый этаж. Ну, фундамент получается кирпичный, а все остальные перекрытия у нас деревянные. Вот эта доска, вот подпорка. Люди провалились. А уже был провал? Конечно. Ну, вот видите, уже совершенно другое покрытие. Ну, вот это вот. Вот это вот. А не заменили вот, наверное. Нет, нет, там провалился совсем пол. Полностью. Ну, вот, ну и понятно, что вот это старое, а вот это новое. О, это 10 лет назад было. Трубы еще 36-го года? Ну, конечно. Видите, уже течет. 10 лет боремся, чтобы нам поменяли. Аминистрацию теперь ждем. Это тоже с самого момента основания, да? Да. Мне сказали, замену батареи вот до крана, что тогда дом управления меняет. А если вот здесь, то это, ну, кто там, муниципальный даже. Мы оформили вот это вот, что мы многодетные. То есть мы как бы, что, пособий никаких все равно нет по многодетным. Что у нас есть в приоритете? У нас есть, значит, коммунальные платежи, там 50%. Это не скидка. Это ты сначала оплачиваешь полностью, а потом тебе возвращается. Но с учетом того, что у нас сейчас вот по городу непростая ситуация с УК, не, мы просто раз в квартал что-то делаем, стараемся. Мне уже полгода как ничего не возвращается. Хотя мы оплачиваем. Списки какие подавались? Ну, допустим, на помощь в период пандемии я писала заявление, мне трижды оттуда позвонили, никакой помощи не осуществили. Значит, нету списков. Нет, с кем? Так с нами связано. Мы делали тогда вот эти рейды. Даже тем, кто не был в списках, мы оподвозили. Ждем конец сентября, как я и говорил, по поводу первого совещания комиссии, потому что оно будет только формироваться. И потом уже будем отталкиваться, что дальше делать. Хорошо.